Глава двенадцатая. О трех чужестранцах на берегу моря. 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 Катились медленно и величаво, разбиваясь о скалы в монотонном ритме, напоминающем дыхание усталого чудовища. На расстоянии одного кабельтова от берега мы увидели грот-мачту разбитого судна, плавающую по волнам и то скрывающуюся между их гребнями, то подымающуюся ввысь, подобно гигантскому копью. Обломки помельче усеивали поверхность моря. Всюду на песке виднелись ящики и бочки, выловленные крестьянами и уложенные подальше от воды. Две ширококрылые чайки то парили в воздухе, то проносились у места кораблекрушения низко, почти касаясь воды, будто высматривая что-то под волнами. По временам мы слышали и хриплые крики. Белинда было старое судно, давало сильную течь, и все же. Мне очень больно глядеть на его останки, ведь я им так долго командовал. Впрочем, его все равно скоро пришлось бы сломать и продать на дрова. — Как здесь все тихо и спокойно! — заметил я. — Кто бы мог поверить, что как раз здесь погибли ночью три человека? — Бедняги! — с чувством сказал капитан. — Надеюсь, мистер Уэст, если их выловят после нашего отъезда, вы достойно придадите их земле. Только что я собрался ответить ему, как помощник капитана разразился громким хохотом, хлопая себя по бедру. — Если вы хотите их похоронить, то держите ухо востро, пока они не удрали отсюда. Помните, что я вам говорил сегодня ночью. Взгляните-ка на тот холм и скажите, прав я был или нет. На некотором расстоянии от нас виднелась высокая песчаная дюна. На вершине ее стоял человек, привлекший внимание помощника капитана. Взглянув на него, Медоуз в изумлении всплеснул руками. — Клянусь спасением души! — воскликнул он. — Это Рам Синг, собственной персоной. Поглядим-ка на него поближе. С этими словами он помчался вдоль берега, сопровождаемый помощником и мною, а также двумя рыбаками, в свою очередь заметившими чужестранца. Последний, увидев нас, спустился со своего наблюдательного пункта и спокойно направился нам навстречу. Голова его была опущена на грудь, как у человека, погруженного в размышления. Мне невольно бросилось в глаза различие между нашими порывистыми и возбужденными движениями и величавым достоинством этого уроженца Востока. Впечатление не изменилось и тогда, когда он поднял на нас темные глаза, пристальные и задумчивые, и склонил голову в изящном общем поклоне. Мы были похожи на кучу школьников в присутствии учителя. Широкий гладкий лоб незнакомца, его ясный и проницательный взгляд, крепко сжатые выразительные губы, резко очерченное решительное лицо — все это придавало ему внушительный и благородный вид. Я никогда не видел человека, на лице которого было бы написано такое невозмутимое спокойствие и в то же время такое сознание своей скрытой силы. Он был одет в коричневый бархатный пиджак, широкие темные брюки, рубашку с низковырезанным воротом, открывавшим мускулистую коричневую шею. На его голове была красная феска. Когда мы приблизились к нему, я с удивлением увидел. — Что на одежде незнакомца не сохранилось следов борьбы ее владельца с волнами. — Вижу, что купание не причинило вам ни малейшего вреда, — сказал он приятным мелодичным голосом, переводя взгляд с капитана на помощника. — Надеюсь, ваших бедных матросов обеспечили хорошим ночлегом. — Нас всех спасли, — ответил капитан. — Мы очень боялись, что вы погибли, вы и оба ваших друга. — Я только что говорил с мистером Уэстом о ваших похоронах. Незнакомец с улыбкой взглянул на меня. — Мы не доставим таких хлопот мистеру Уэсту, — сказал он. — Мы все трое благополучно добрались до берега и нашли пристанище в хижине на расстоянии мили отсюда. Это очень уединенное место, но у нас имеется все необходимое. — Сегодня по полудням мы все отправляемся в Глазго, — сказал капитан. — Буду очень рад, если вы поедете с нами. Без провожатых вам будет трудно. — Очень благодарны вам за заботу, — ответил Рамсинг, — но мы не воспользуемся вашим любезным приглашением. Раз уж природа занесла нас сюда, мы побудем здесь еще немного. — Как угодно, — пожал плечами капитан. — Сомневаюсь, чтобы вы нашли в этой глуши что-нибудь интересное. — Может быть, и не так, — улыбнулся Рамсинг. — Вспомните строки Мильтона. Разум сам создает себе среду и может сделать в себе самом ад из рая и рай из ада. — Мне кажется, мы хорошо проведем здесь несколько дней, и вы не правы, считая это место таким глухим. Я не ошибусь, если скажу, что отец этого молодого человека, мистер Джон Хэнтер Уэст, его имя известно и пользуется большим уважением у броминов в Индии. — Мой отец действительно известный ученый, знаток санскрита, — ответил я с изумлением. — Присутствие такого человека, — медленно сказал чужестранец, — превращает пустыню в город. Великий ум, даже если он только один, является большим показателем цивилизации, чем несчетные мили кирпичных или цементных построек. — Возможно, ваш отец не обладает столь глубокими познаниями, как сэр Уильям Джонс или универсальностью барона фон Хаммер Пургшталя, но он соединяет в себе многие достоинства их обоих. — Вы же можете сказать ему от моего имени, что он ошибается, проводя аналогию между корнями самоедских и томуликских слов. — Если вы решили оказать честь нашей местности своим пребыванием хотя бы на короткое время, — сказал я, — вы очень обидите моего отца, не остановившись у него. — Он представитель Лерда, а по шотландским обычаям Лерды имеют привилегию принимать у себя всех почетных иностранцев, посещающих нашу округу. Гостеприимство побудило меня сделать такое приглашение, хотя помощник капитана дергал меня за рукав, предупреждая, что визит чужестранца может оказаться очень нежелательным. Но мистер Хоукинс опасался напрасно. Рам Сингх отрицательно покачал головой. — Я и мои друзья очень признательны вам, — сказал он. — Но у нас имеются причины оставаться там, где мы сейчас обитаем. Хижина, в которой мы живем, находится в очень уединенной местности, она полуразрушена, но мы, люди Востока, приучены обходиться без большей части тех предметов, которые считаются необходимыми в Европе. Мы твердо верим в мудрую истину, что богатство человека заключается не в том, что он имеет, а в том, без чего он может обойтись. — Один добрый рыбак поставляет нам хлеб и овощи. У нас чистая сухая солома для ложа. Что еще требуется человеку? — Но вы, вероятно, мерзнете по ночам, тем более, что вы приехали из тропиков, — заметил капитан. — Может быть, нашим телам и бывает иногда холодно, но мы не замечаем этого. Мы прожили много лет на вершинах Гималаев, на границах вечных снегов, поэтому такое неудобство не имеет для нас значения. — Но позвольте мне, — сказал я, — прислать вам хотя бы рыбы и мясо. — Мы не христиане, — ответил он, — мы буддисты высшей ступени и не признаем за человеком право убивать быков или рыб для поддержания своего тела. Не он вложил в них жизнь и, конечно, не имеет дозволения Всевышнего отнимать ее без крайней необходимости. Поэтому мы не смогли бы воспользоваться вашими дарами, если бы вы их прислали. — Но, сэр, — возражал я, — если в этом изменчивом и негостеприимном климате вы станете отказываться от питательной пищи, ваша жизнеспособность ослабнет, вы умрете. — Ну, значит, мы умрем, — сказал он с улыбкой. — А теперь, капитан Медоуз, я прощаюсь с вами. Благодарю вас за вашу доброту во время путешествия. — Вам, — сказал он Хоукинсу, — я также желаю всего хорошего. Не пройдет и года, как вы будете командовать собственным кораблем. Надеюсь, мистер Уэст, что мы еще увидимся с вами до отъезда. До свидания. Он приподнял феску, склонив прекрасную голову с величавой любезностью, которая так хорошо характеризовала все его движения, и пошел в том направлении, откуда появился. — Поздравляю вас, мистер Хоукинс, — сказал капитан-помощнику по дороге домой. — Через год вы будете командовать собственным кораблем. — Вряд ли, — ответил помощник, улыбаясь. — Неизвестно, как еще обернется дело. — Мистер Уэст, какого вы мнения о чужеземце? — Очень интересный человек, — сказал я. — Какая красивая голова, и как он хорошо держится, ведь ему не больше тридцати лет. — Сорока, — сказал помощник. — Нет, шестидесяти, ни больше, ни меньше, — заметил капитан Медоуз. Я слышал, как он говорил о Первой афганской войне. В то время он был взрослым, а это было сорок лет тому назад. — Чудеса! — воскликнул я. — У него такая же гладкая кожа и такие же ясные глаза, как у меня. Он, конечно, главный из трех жрецов. — Младший, — сказал капитан с загадочным видом. Поэтому-то он и вел все переговоры от их имени. А их умы слишком возвышены, чтобы снисходить до пустых разговоров. — Это самые удивительные обломки крушения, когда-либо выброшенные морем на этот берег, — заметил я. Мой отец чрезвычайно заинтересуется ими. — А я думаю, что чем меньше вы будете иметь с ними дело, тем будет лучше для вас, — сказал помощник капитана. — Если мне придется командовать собственным кораблем, то обещаю вам никогда не принимать на борт такого товара. Ну а теперь мы уже на борту. Якорь поднят. Прощайте. Экипаж с двумя продольными сиденьями только что заполнился отъезжающими. Оба первых места на скамьях были оставлены для капитана и его помощника. С прощальными криками славные моряки покатили по дороге, а отец Эстер и я, стоя на лужайке, махали им руками, пока они не скрылись за деревьями Клумбера по дороге к Виктаунской железнодорожной станции. С этого момента корабль и его команда исчезают с наших страниц, оставив в качестве единственного сувенира кучки обломков на берегу, которым предстояло лежать там до прибытия агента Ллойда. Глава тринадцатая. О том, как я увидел то, что видели только немногие. Вечером за обедом я рассказал отцу о трех буддистских жрецах. Как я и ожидал, он чрезвычайно заинтересовался ими. Услыхав же, в каких выражениях Рам Сингх говорил о нем и какое выдающееся место отвел ему среди ученых-филологов, отец пришел в такое волнение, что хотел немедленно отправиться разыскивать Рам Сингха, чтобы познакомиться с ним. Нам стоило больших трудов отговорить его. Мы с Эстер успокоились, лишь отобрав у отца ботинки и отправив его спать. Волнующие события последних суток были не под силу его слабому здоровью и больным нервам. Я сидел в сумерках на веранде, перебирая в уме последние такие неожиданные события — бурю, кораблекрушение, борьбу за жизнь моряков и странные обстоятельства, при которых жрецы были выброшены на берег. Сестра бесшумно подошла ко мне и коснулась моей руки. — Не кажется ли тебе, Джон, — тихо и ласково сказала она, — что мы забываем о наших друзьях в клумбере? Разве могут последние события вытеснить из нашей памяти их тревоги и грозящую им опасность? — Из нашей памяти? — Возможно, — сказал я, улыбаясь, — но не из наших сердец. Впрочем, ты права, малышка. Наши мысли были немного отвлечены от них. Утром я схожу в клумбер, может быть, увижу кого-нибудь. Между прочим, как раз завтра исполняется это проклятое пятое октября. Остается подождать только один день, и все будет хорошо. — Или плохо? — сказала мрачно сестра. — Ну почему же, скажи мне, моя маленькая Пифия? — воскликнул я. — Чего это ты надумала? — Я очень волнуюсь. У меня тяжело на душе. — ответила она, вздрагивая и подходя ко мне поближе. — Я предчувствую, что случится большое несчастье, уже давно грозящее тем, кто нам так дорог. Для чего остались здесь эти буддисты? — Кто? — Буддисты? — беспечно сказал я. — У них постоянные религиозные торжества и самые разнообразные обряды. У них, наверное, имеются причины задержаться здесь. — А не кажется ли тебе странным, — трепетным шепотом спросила Эстер, — что эти жрецы появились из Индии как раз к этому числу? Разве из всего, что ты слышал об опасностях, грозящих генералу, не ясно, что они связаны в какой-то степени с Индией? — Эти слова заставили меня призадуматься. — Да, — ответил я, — пожалуй, после твоих слов у меня создается впечатление, что тайна Клумбера действительно связана с каким-то событием, случившимся в Индии. Но я уверен, что ты отбросила бы всякий страх, если бы познакомилась с Рам Сингхом. Он — воплощенные мудрость и доброжелательность. Его неприятно поразила мысль об убийстве даже овцы или рыбы. Он сказал, что скорее умрет, чем примет участие в убийстве животного. — Конечно, очень глупо так нервничать, — сказала храбро сестра. — Но обещай мне выполнить мою просьбу. — Джон, сходи утром в Клумбер, и если увидишь кого-нибудь, расскажи о наших странных соседях. — Обитателям Клумбера лучше судить. Имеет ли какое-нибудь значение появление индусов? — Хорошо, дорогая, — ответил я, входя в комнату вместе с сестрой. Ты слишком переутомилась, и тебе надо хорошенько выспаться. Я сделаю по-твоему. И наши друзья сами решат, связано ли появление жрецов с их делами или нет. Хотя я и дал сестре обещание рассеять ее мрачные предчувствия, но утром при свете яркого солнца мне показалось просто нелепым думать, что наши скромные вегетарианцы-индусы могут иметь какие-то злобные замыслы, или их прибытие может произвести какое-либо впечатление на обитателей Клумбера. И все же мне так хотелось увидеть кого-либо из Хезерстонов, что сразу после завтрака я отправился к Клумбер-Холлу. Затворничество наших друзей, конечно, не дало им возможности узнать о недавних событиях. И я чувствовал, что даже если увижу самого генерала, он не сочтет меня навязчивым, ведь у меня было столько новостей. Клумбер-Холл имел все тот же мрачный и печальный вид. Поглядев сквозь толстую железную решетку на подъездную аллею, я никого не обнаружил. Одна из сосен была вырвана бурей, и ее длинный красновато-коричневый ствол лежал поперек аллеи. Кругом было все то же запустение и распад, только забор имел вид грозного препятствия для возможных нарушителей покоя. Я прошел вдоль всей изгороди до нашего старого места встреч, но нигде не нашел даже щели, через которые можно было бы заглянуть вовнутрь. Забор был отремонтирован заново, причем теперь одна доска заходила за другую. Это закрывало все щели, которыми я пользовался прежде, и целиком изолировало жильцов Клумбер-Холла. Но как раз в том месте, где я имел знаменательную беседу с генералом, когда он застал врасплох меня и свою дочь, я обнаружил щель примерно в два дюйма. Через нее-то я и заглянул вовнутрь, и увидел только дом и часть лужайки перед ним. Хотя ни вне дома, ни в окнах не было никаких признаков жизни, я решил оставаться на своем посту, пока не переговорил с кем-нибудь из обитателей Клумбера. Мертвый вид дома навеял на меня такую тревогу, что я решил лучше перелезть через забор, рискуя даже вызвать недовольство генерала, чем вернуться домой ни с чем. К счастью, мне не пришлось прибегнуть к такой чрезвычайной мере. Я не пробыл там и получаса, как услышал резкий звук отворяемого замка, и из главного подъезда вышел сам генерал. К моему удивлению, на нем была военная форма, причем не такая, какую носят в британской армии сейчас. Красный мундир обличался непривычным покроем и был испорчен непогодой. Белые брюки имели уже грязно-желтый оттенок. С красной перевесью на груди и прямым палашом, висящим сбоку, он казался воплощением британского офицера прошедшей эпохи, служившим сорок лет тому назад. За ним двигался бывший бродяга Капрал Руфус Смит. Он был сейчас прилично одет и имел вид довольного человека. Разговаривая друг с другом, они ходили по лужайке взад и вперед. Я заметил, что время от времени то один, то другой останавливались и украдкой озирались по сторонам, словно чего-то ожидая. Я предпочел бы беседовать с генералом один на один, но он не расставался со своим спутником. Поэтому я громко постучал тростью о забор, чтобы привлечь их внимание. Они оба мгновенно повернулись в мою сторону, и по их движениям я понял, что они встревожены и испуганы. Я поднял трость над забором, чтобы показать, где я. Тогда генерал очень неохотно и нерешительно двинулся в мою сторону. Капрал пытался удержать его за руку. Только когда я выкрикнул свое имя и уверил их, что я один, они успокоились. Узнав меня, генерал быстро подошел и чрезвычайно сердечно поздоровался. — Как вы хорошо сделали, что пришли, Уэст! — сказал он. — Поистине, в такие минуты и познаются друзья. Я не считаю возможным просить вас зайти в дом или задерживать вас здесь. — Я беспокоился обо всех вас, — сказал я. — Все эти дни я ничего не слышал о вас и никого не видел. Как вы поживаете? — Пока прекрасно, если можно так сказать. А завтра будет лучше. Завтра мы станем совсем другими людьми. Да, Капрал? — Да, сэр, — ответил Капрал, отдавая честь. — Завтра мы будем прочны, как банк. — Мы сейчас немного взволнованы, — пояснил генерал, — но, не сомневаясь, все кончится благополучно. — В конце концов, проведение превыше всего, а мы в его руках. — А вы что поделываете? — У нас было много хлопот, — сказал я. — Вы ничего не слыхали о кораблекрушении? — Ни слова, — ответил генерал безразличным тоном. — Я так и думал, что шум ветра заглушит грохот сигнальной пушки. Сегодня ночью на берег было выброшено судно, большое трехмачтовое судно из Индии. — Из Индии? — воскликнул генерал. — Да, его команда, к счастью, спаслась, и все они уехали в Глазго. — Все уехали, — повторил генерал. Он был бледен. Да, все за исключением довольно странных субъектов, называющих себя буддийскими жрецами. Они решили остаться здесь на несколько дней. Едва я произнес эти слова, как генерал упал на колени, протянув к небу длинные тощие руки. — Да будет воля твоя, Господи! — воскликнул он хриплым голосом. — Да будет твоя святая воля! Через щель я увидел, как лицо Капрала стало бледно-желтым. Он вытер пот салба. — Так уж мне везет, — сказал он. — После всех этих годов лишения я пришел сюда только к самому концу. — Ничего, друг, — сказал генерал, распрямляя плечи, как человек, который снова взял себя в руки. — Будь что будет, мы встретим конец, как подобает британским солдатам. — Помните, при Челяе и Валахе нам пришлось сделать переход от вашей батареи к нашему каре, а кони сикхов ринулись на наши штыки. Тогда мы не дрогнули. Не дрогнем и сейчас. Мне кажется, что в эту минуту я чувствую себя гораздо бодрее, чем все эти годы. — Меня убивала неизвестность, и это проклятое звяканье, — добавил Капрал. — Ну что ж, мы погибнем вместе, в этом какое-то утешение. — Прощайте, Уэст, — сказал генерал. — Будьте хорошим мужем для Габриэль и приютите мою несчастную жену. Думаю, что она недолго будет причинять вам беспокойство. — Прощайте, да благословит вас Бог. — Послушайте, генерал, — резко сказал я, отламывая кусок доски, чтобы удобнее было разговаривать. Эта история длится слишком долго. К чему все эти намеки, недомолвки и загадки? Давайте обсудим все, чего вы боитесь. Довольно скрытности. Вы боитесь этих индусов? Если да, то я смогу, пользуясь влиянием отца, арестовать их как бродяг. — Нет, это не годится, — сказал генерал, качая головой. — Вы скоро будете в курсе дела. Мордаунд знает, где хранятся бумаги. Поговорите с ним завтра об этом. — Но послушайте, — закричал я. — Если есть опасность, надо попытаться избежать ее. Скажите мне только, чего вы боитесь, и я буду знать, как действовать. — Дорогой мой, — сказал генерал, — сделать ничего нельзя, поэтому успокойтесь. Пусть события идут своим чередом. С моей стороны было, конечно, глупо прятаться за укрытиями из дерева или камня. Все это объяснялось тем, что я не мог оставаться пассивным. Лучше делать хоть что-нибудь для самосохранения, пусть даже бесполезное, чем покорно ждать. Вот этот мой друг, занимающий скромное место в мире, и я оказались в таком положении, в каком, думаю, никто еще не был. Нам остается только поручить себя неисчерпаемому милосердию Всевышнего и надеяться, что наши страдания в этом мире уменьшат нашу кару на том свете. А теперь я ухожу. Мне нужно уничтожить кое-какие бумаги и привести в порядок много дел. — Прощайте! Он протянул мне руку через проделанное мною отверстие и крепко сжал мои пальцы. Затем твердым и решительным шагом направился к дому в сопровождении мрачного капрала. Я пошел в Бранксом очень расстроенный, недоумевая, что же мне-то делать. Было ясно, что подозрения моей сестры оправдались полностью. Существует самая тесная связь между появлением у нас трех индусов и загадочной опасностью, угрожающей генералу. Представляя себе Рамсингха, его благородное лицо, утонченные манеры и слова мудрости, я не мог допустить мысли о каком-нибудь насилии с его стороны. Сейчас, думая об этом, я поражаюсь. Какой ужасный гнев скрывался в этих черных проницательных глазах. Я чувствовал, что из всех людей, с которыми я сталкивался, мне меньше всего хотелось бы навлечь на себя именно его гнев. Но мне было непонятно, как могли два человека, столь далекие друг от друга, грубый старый капрал и англо-индийский генерал, заслужить одинаковую ненависть этих индусов. И если опасность носила материальный характер в полном смысле этого слова, почему генерал не согласился с моим предложением взять под стражу этих людей? Хотя, честно говоря, мне было бы крайне неприятно применять суровые меры, да еще на таких туманных основаниях. На этот вопрос не было ответа. И все же торжественные слова генерала и ужасающая серьезность его и капрала не позволяли мне думать, что их опасения лишены оснований. Все это было головоломкой, совершенно неразрешимой головоломкой. Для меня было ясно одно. При моем неведении и после категорического запрета со стороны генерала я не мог вмешиваться в это дело каким бы то ни было способом. Мне оставалось только ждать и молить небо, чтобы опасность была устранена или, по крайней мере, не коснулась моей Габриэль и ее брата. Я шел по тропинке, погруженный в думы, и достиг уже калитки, ведущей на Бранксомскую лужайку, как с изумлением услышал очень взволнованный громкий голос отца. За последнее время старик был так далек от повседневных хозяйских забот, так погружен в свои научные занятия, что было очень трудно привлечь его внимание к обычным житейским делам. Я был удивлен и недоумевал, что могло вывести его из себя. Тихонько отворив калитку и обойдя кусты, я увидел, что отец разговаривает именно с тем человеком, который занимал мои мысли, с буддистом Рам Сингхом. Они сидели на садовой скамье, и индус, кажется, приводил какие-то веские доказательства, отмечая каждый пункт коричневыми пальцами, а отец с искаженным лицом громко опровергал эти доводы и приводил свои аргументы. Они были так погружены в спор, что я простоял две минуты почти вплотную, прежде чем они заметили мое присутствие. Увидев меня, жрец поднялся и приветствовал с величавой учтивостью и полной достоинства благосклонностью, которые произвели на меня такое впечатление накануне. — Вчера я обещал, — сказал он, — доставить себе удовольствие навестить вашего отца. Видите, я сдержал свое слово. Я даже осмелился спросить его мнение по некоторым вопросам, связанным с санскритом и индийским языком. В результате мы более часа ведем полемику и не можем друг друга убедить. Не претендуя на столь глубокие теоретические познания, которые сделали имя Джона Хентера Уэста, известным среди ученых Востока, я уделил особое внимание одному вопросу, относительно которого я точно знаю, что ваш отец ошибается. — Уверяю вас, сэр, что в семисотом году и даже позднее санскрит был разговорным языком для основной массы обитателей Индии. — А я уверяю вас, сэр, — жаром воскликнул отец, — что к тому времени этот язык был уже мертв и забыт. Только ученые пользовались им в научных и религиозных трудах, совершенно так же, как латинский язык применялся в средние века, спустя много лет, как на нем перестали говорить народы Европы. — Если вы обратитесь к Пуранам, вы увидите, — сказал Рамсингх, — что эта теория, хотя и имеет широкое распространение, полностью несостоятельна. — А если вы обратитесь к Рамаяне и особенно каноническим книгам буддизма, — воскликнул отец, — вы убедитесь, что эта теория неопровержима. — Но вспомните Калавагу, — сказал наш посетитель с волнением, — а вспомните короля Ашоку, — парировал отец с победоносным видом. Когда в трехсотом году до христианской веры, заметьте, до, он приказал начертать на скалах закон Будды, какой язык он использовал? — А. — Санскритский? — Нет. — А почему не санскритский? — Потому что простой народ не мог бы понять ни слова. — Ха-ха-ха! — Именно по этой причине. — Как вы опровергнете это А? — Он высек закон на различных языках, — ответил Рамсинг. — Но не будем терять времени на этот спор. Солнце прошло зенит, и мне нужно вернуться к товарищам. — Как жаль, что вы не привели их с собой, — сказал любезный отец. — Я видел, что он беспокоится. Не перешел ли он границ гостеприимства в пылу спора? — Они чужды миру, — сказал Рамсинг, вставая. — Они стоят на более высокой ступени, чем я, и более восприимчивы к пагубным влияниям. Сейчас они погружены в шестимесячное размышление о тайнах третьего воплощения. Эти размышления длятся с небольшими перерывами с того самого времени, как мы покинули Гималайи. — Больше мы не встретимся с вами, мистер Хентер Уэст, поэтому прощайте. Ваша старость будет счастливая, как вы этого заслуживаете, и ваши труды по Востоку оставят глубокий след в науке и литературе вашей страны. — Прощайте. — А я тоже больше не встречусь с вами? — спросил я. — Да, если только вы не захотите пройтись со мной по берегу, — ответил он. — Но вы уже совершили прогулку и, быть может, устали. — Нет, я с радостью пойду с вами, — ответил я искренне. И мы отправились вместе. — Некоторое время отец шел с нами, и я видел, что он был бы рад возобновить полемику о санскрите, но отдышка не позволяла ему говорить во время ходьбы. — Ваш отец — очень ученый человек, — заметил Рамсингх, когда отец остался позади. Но, как и многие другие, он нетерпим к мнениям, отличающимся от его взглядов. Когда-нибудь он убедится, что ошибался. Я ничего не сказал. Некоторое время мы шли молча около воды, где песок был тверже. Песчаные дюны, намытые вдоль берега, слева образовывали длинный гребень, совершенно скрывавший нас от посторонних взоров. Справа простирался широкий серебристый канал. Ни единого паруса не было видно на нем. Буддийский жрец и я были совершенно одни. У меня мелькнула мысль. Если он действительно опасный человек, каким его считают помощник капитана и генерал Хезерстон, то я сейчас всецело нахожусь в его власти. Однако на лице Рамсинга была написана такая благосклонность, а глаза были так безмятежно ясны, что мои подозрения и опасения унеслись, как ветер. Я полагал, что хотя лицо Рамсинга бывает суровым и даже страшным, он никогда не совершит несправедливости. Когда я время от времени взглядывал на благородный профиль жреца, на красивый изгиб, черный, как смоль бороды, на меня почти болезненно действовало несоответствие его внешности с грубым костюмом из твида. Мысленно я облачал его в широкое развивающееся восточное одеяние, которое было бы более подходящим обрамлением, не умалявшим его величавости и изящества. Мы направлялись к небольшой рыбацкой хижине, покинутой своими обитателями несколько лет тому назад. Она была мрачная, темная, часть соломенной крыши была снесена ветром, дверь и окна ветхие и поломанные. И это обиталище, от которого отвернулся бы последний шотландский нищий, странные жильцы предпочли дому Лерда, гостеприимно открытому для них. Небольшой садик, весь заросший сорняками, окружал хижину. Мой спутник, подойдя к поломанной двери и заглянув в нее, жестом подозвал меня. — Сейчас вам представится возможность, — сказал он благоговейным шепотом, — увидеть зрелище, которое могли наблюдать очень немногие европейцы. В хижине два йога, которых отделяет только одна ступень от людей высшего посвящения. В настоящий момент они погружены в экстатический транс. В противном случае я не осмелился бы привезти вас сюда. Их астральные тела отделились от них и присутствуют сейчас на празднике светильников в священном тибетском храме. Ступайте осторожнее, чтобы не отвлечь их от молитвы. Я на цыпочках миновал заросший сорняками сад и вошел в растворенную дверь. В полутемном помещении не было никакой мебели, на неровном полу лежала свежая солома. На ней и сидели, склонив головы на грудь, два человека. Один небольшого роста, весь сморщенный, другой широкоплечий, изможденный. Их ноги были скрещены по обычаю востока. Они не взглянули на нас и не заметили нашего появления. Йоги сидели так неподвижно и тихо, что их можно было бы принять за две бронзовые статуи, если бы немедленное ритмичное дыхание. Лица их были покрыты необычной пепельно-серой бледностью, резко отличавшейся от коричневого лица рамсингха. Заглянув снизу, я увидел, что из-под ресниц видны только белки глаз. Перед ними на небольшой циновке стоял глиняный сосуд с водой, лежали кусок хлеба и лист бумаги, на котором были начертаны какие-то каббалистические иероглифы. Взглянув на этот лист, рамсингх дал мне знак выйти и последовал за мною в сад. «До десяти часов я не должен мешать им», — сказал он. «Сейчас вы были свидетелем одного из величайших результатов нашей оккультной философии — отделения души от тела. В настоящее время на берегах Ганга находятся не только души этих святых людей. Одеяния этих душ так соответствуют их материальной одежде, что ни у кого из верных не появится сомнения, что Лал-Хуми и Моудар-Хан физически находятся среди них. Это достигается нашей способностью разлагать предмет на атомы, переносить эти атомы со скоростью, превышающей быстроту света, и затем снова соединять их, заставляя принимать прежний вид. В давние времена мы переносили таким образом целиком все тело, «Но теперь мы решили, что гораздо удобнее и проще переносить материю только в тех количествах, какие необходимы для создания только внешней оболочки видимого образа. Эта форма называется астральным телом. «Но если вы можете так легко переносить душу», — заметил я, — «зачем же вы вообще переносите тело?» «Для общения с нашими посвященными братьями нам достаточно нести только наши души, но если необходимо войти в соприкосновение с обычными людьми, нужно, чтобы мы являлись в каком-то облике, который они смогли бы увидеть и понять. — Все, что вы мне рассказали, чрезвычайно интересно», — сказал я, пожимая руку Рам Синха, протянутую мне в знак завершения нашей беседы. — Я часто буду вспоминать наше кратковременное знакомство. — Вы извлечете из этого много пользы, — сказал он медленно, все еще задерживая мою руку и глядя в глаза серьезно и грустно. — Запомните, то, что произойдет, не является злом, хотя оно и не совпадает с вашими предвзятыми понятиями о справедливости. Не спешите с оценками. Имеются высшие законы, которым следует подчиняться при всех условиях, чего бы это ни стоило отдельным лицам. — Применение этих законов может показаться вам бесчувственным и жестоким. Но это ничто по сравнению с опасными последствиями, которые могли бы случиться, если не проводить в жизнь этих законов. — Быку, овце, мы не причиним вреда. Но человек, руки которого обогрены кровью людей высшего посвящения, не может жить и не будет жить. При последних словах он поднял руки в страстном и угрожающем жесте и, повернувшись ко мне спиной, ушел в полуразрушенную хижину. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за дверью, и отправился домой, обдумывая слышанное и особенно последнюю вспышку оккультного философа. Справа вдали виднелась высокая белая башня Клоумбера, четко вырисовывающаяся на черной гряде облаков. Я подумал, что, может быть, какой-нибудь путник, проходящий по дороге, позавидует в душе обитателям этого величественного здания. Он никогда не узнает о таинственном ужасе, о безымянной опасности, которые сгущаются над головой владельца. Что бы это ни означало и что бы ни случилось, сказал я вслух, да отвратит Господь от невинных кару, грозящую виновному. Когда я пришел домой, отец все еще переживал свой ученый спор с чужеземцем. «Надеюсь, Джон», — сказал он, — «я не был невежлив. Мне нужно было бы помнить, что мне не следует так настойчиво спорить со своим гостем. И все же, когда он отстаивал свои неправильные взгляды, я не мог удержаться, чтобы не атаковать его и не выбить с этой позиции, что я и сделал, хотя ты, не зная сути вопроса, мог и не заметить этого. Но ты все же, вероятно, помнишь, что моя ссылка на законы короля Ашоки оказалась такой неотразимой, что он сразу поднялся и ушел». «Да, вы мужественно отстаивали свои взгляды», — согласился я. «Но скажите, какого вы мнения об этом человеке?» «Это один из тех посвященных, которые известны под различными именами — Саназисов, Йогов, Севрасов, Кваландерсов, Хакимов и Куфисов. Они посвящали свою жизнь изучению тайн буддийской религии. Я думаю, что он — теосов, то есть последователь культа божественной мудрости и стоит на очень высокой ступени посвящения. Однако он и его товарищи, очевидно, еще не достигли самой высокой ступени. В противном случае они смогли бы беспрепятственно пересечь океан. Возможно, они достигли ступени Челасов и могут надеяться достичь еще более высоких ступеней». «Но отец», — прервала сестра, «все это не объясняет, почему эти люди, достигшие такой святости и учености, высадились на берегу уединенной бухты Шотландии». «Я не могу объяснить», — ответил отец. «Это их дело. Лишь бы они жили мирно и подчинялись законам страны». «Слыхали ли вы когда-нибудь, — спросил я, — что высшие жрецы, о которых вы говорите, обладают силами, неизвестными нам? Ну как же! Литература Востока полна таких примеров, ведь и Библия, восточная книга, а разве она от начала до конца не заполнена записями о таких силах? Не подлежит сомнению, что в древности людям были известны многие тайны природы, утраченные нами. Однако не могу сказать, что современные теософы действительно обладали теми силами, о которых они так много говорят. «А скажите, они мстительные люди?» — спросил я. «Есть ли у них такие провинности, которые можно искупить только смертью?» «Не слыхал об этом», — ответил отец, удивленно подняв брови. «Ты сегодня что-то слишком любознателен. Чем вызваны эти вопросы? Не возбудили ли наши восточные соседи у тебя каких-нибудь подозрений или любопытства?» Я уклонился от ответа, так как не хотел тревожить отца и рассказывать ему о своих опасениях. Это не принесло бы никакой пользы. Возраст отца и его здоровье требовали покоя. Да, кроме того, при всем желании я не смог бы объяснить то, что было загадкой для меня самого. Во всяком случае, считал я, отцу лучше оставаться в стороне от тайны. Еще ни один день не был для меня столь бесконечным, как 5 октября. Всеми способами я старался заполнить досуг, и все же, казалось, ночь никогда не придет. Я пробовал читать, писать, бродил по лужайке, доходил до конца тропинки, насаживал новые приманки на рыболовные крючки, приступил к составлению каталога книг отцовской библиотеки. Словом, тысячами способов пытался побороть свое волнение, но оно становилось все невыносимее. Сестра, как я видел, тоже томилась в ожидании. Отец даже несколько раз укорял нас за сумасбродное поведение, мешавшее его работе. Наконец был подан чай, занавески задернули, зажгли лампы. Еще через некоторое время, показавшееся бесконечным, была прочитана общая молитва, слуги отпущены на ночь. Отец приготовил и выпил обычную порцию пунша и направился к себе в спальню. А мы с сестрой остались в гостиной. Наши нервы звенели от напряжения. Мы были полны смутных и вместе с тем ужасных опасений. Глава четырнадцатая О том, кто бежал ночью по дороге Когда отец ушел, часы, висевшие в гостиной, показывали четверть одиннадцатого. Его шаги постепенно замерли на лестнице. Тихий стук двери возвестил о том, что отец вошел в свою спальню. Простая керосиновая лампа на стене освещала комнату таинственным колеблющимся светом, трепетавшим на дубовых панелях. Кресло с высокими подлокотниками и прямыми спинками бросали странные фантастические тени. Бледное и взволнованное лицо сестры выделялось из мрака с пугающей четкостью. Мы сидели друг против друга за столом. Ни один звук не нарушал безмолвия, за исключением размеренного тиканья часов, до прерывистого стрекотания сверчка под камином. Что-то страшное было в этой полнейшей тишине. Свист запоздалого крестьянина, бредущего по шоссе домой, принес нам некоторое облегчение, и мы напрягли слух, стараясь уловить последние нотки по мере того, как крестьянин отдалялся от нас. Сперва мы притворялись друг перед другом. Сестра делала вид, что вяжет, а я читаю. Но скоро мы отбросили бесполезную ложь и погрузились в тревожное ожидание, вздрагивая и обмениваясь быстрыми вопросительными взглядами, когда раздавался внезапный звук то от вспышки хвороста в камине, то от шуршания крыса за панелью. Казалось, воздух был насыщен электричеством. Предчувствие какого-то несчастья тяготило нас. Я встал и распахнул дверь, чтобы впустить в комнату свежий ночной воздух. По небу неслись обрывки туч. По временам луна выглядывала из-за них и заливала окрестности холодным белым светом. Стоя в дверях, я мог видеть только часть Клумберовского парка. Дом был виден с холма, находящегося на некотором расстоянии. Сестра предложила пойти туда, накинула на голову шаль. Мы дошли до вершины холма и взглянули в сторону Клумбер-холла. В эту ночь окна Клумбера были темны. Во всем большом доме от крыши до фундамента не было видно ни огонька. Огромная масса здания, темная и угрюмая, вырисовывалась смутно среди окружающих ее деревьев. Дом более походил на гигантский саркофаг, чем на человеческое жилье. Некоторое время мы молча стояли, глядя сквозь мрак, на Клумбер-холл, а затем вновь вернулись в гостиную. Мы были абсолютно уверены, что вот-вот произойдет что-то страшное. Была полночь или около этого, когда сестра вдруг вскочила на ноги и подняла руку, прислушиваясь. — Ты ничего не слышишь? — спросила она. Я напряг слух, но безрезультатно. — Подойди к двери, — попросила она дрожащим голосом. — Ну, а теперь ты слышишь? В глубокой тишине ночи я отчетливо различил топот, приглушенный и непрерывный, хотя очень слабый и отдаленный. — Что это? — спросил я. — Кто-то бежит сюда! — воскликнула она. И вдруг, потеряв всякое самообладание, упала на колени около стола и начала громко молиться, так неистово и горячо, как могут молиться только люди, потерявшие голову от страха. Время от времени она полуистерически всклипывала. Сейчас я уже довольно ясно различал звуки и понял, что острый слух Эстер не обманул ее. Это действительно был топот бегущего человека. По-видимому, кто-то очень спешил, бежал не останавливаясь и не замедляя шаг. Потом топот превратился в приглушенный шорох. Человек добрался до того места, где на расстоянии сотни ярдов был недавно насыпан песок. Но спустя минуту бегущий снова оказался на твердой почве. Сейчас он находится у начала тропинки, подумал я. Побежит ли он дальше или свернет в Бранксом? Едва эта мысль промелькнула в моей голове, как я понял по изменившемуся звуку, что бегущий обогнул угол и теперь, несомненно, направляется к дому Лерда. Я бросился к калитке и побежал как раз в тот момент, когда бегущий распахнул ее. Он упал в мои объятия. При свете луны я узнал Мордаунта Хезерстона. — Что случилось? — закричал я. — Что случилось, Мордаунт? — Отец! — Мордаунт задыхался. — Мой отец! Наш друг был без шляпы. Глаза расширены от ужаса. Лицо мертвенно-бледное. Я чувствовал, что его руки, сжимавшие меня, трепетали от страшного волнения. — Вы устали, — говорил я, ведя Мордаунта в гостиную. — Сперва отдышитесь немного, прежде чем говорить. Успокойтесь. Вы среди самых верных друзей. Я уложил его на старый волосяной диван, а Эстер, ужас, который рассеялся как дым от сознания, что требуется немедленная конкретная помощь, налила в стакан Брэнди и подала Мордаунту. Напиток произвел свое действие. Краски снова стали появляться на бледных щеках Мордаунта. Наконец он сел и взял обе руки Эстер в свои. Мордаунт как будто пробуждался от какого-то кошмара и хотел убедиться, что действительно находятся вне опасности. — Ваш отец? — спросил я. — Что с ним? — Он ушел. — Ушел? — Да, ушел вместе с капралом Руфусом Смитом. Мы никогда больше не увидим их. — Но куда же они ушли? — воскликнул я. — Нет, это недостойно вас, Мордаунт. Как можем мы сидеть здесь, предаваясь личным переживаниям, когда имеется возможность помочь вашему отцу, вставайте, пойдем за ним. Скажите мне только, в каком направлении он ушел? — Бесполезно, — ответил молодой Хезерстон, закрывая лицо руками. — Не упрекайте меня, Уэст, ведь вам неизвестны все подробности этой ужасной ночи. Можем ли мы противиться страшным таинственным законам, направленным против нас? — Гибель давно угрожала нам, и сейчас этот удар обрушился на наши головы. — Боже, помоги нам! — Ради всего святого! — Скажите же, что случилось? — взволнованно спросил я. — Никогда не нужно отчаиваться! — До рассвета ничего нельзя предпринять, — ответил он. — Только тогда мы можем попытаться разыскать следы отца. — Сейчас это бесполезно. — А Габриэль и миссис Хезерстон? — спросил я. — Нельзя ли сейчас же перевезти их сюда, из Клумбера? Ваша бедняжка-сестра, наверное, вне себя, от ужаса. — Она ничего не знает, — ответил Мурдаунт. — Она спит в другой части дома и ничего не видела и не слышала. А мать так долго ждала чего-нибудь подобного, что удар не явился для нее неожиданным. Она, конечно, потрясена, но сейчас, наверное, хотела бы побыть одна. Ее удивительное присутствие духа — хороший урок для меня. По складу характера я легче ее возбуждаюсь, а эта катастрофа, наступившая после такого продолжительного ожидания, почти лишила меня рассудка. — Если ничего нельзя сделать до утра, — сказал я, — то вы сможете рассказать, что случилось. — Я так и сделаю, — ответил Мурдаунт, вставая и протягивая к камину дрожащие руки. — Вы уже знаете, что в течение некоторого времени, а вернее, в течение многих лет, мы ждали какой-то страшной кары, угрожавшей отцу за преступление, совершенное им еще в молодости. В этом деле он был связан с человеком, известным под именем Капрала Руфуса Смита. Сам по себе факт недавнего прибытия Капрала был как бы провозвестником того, что частно стал. И 5 октября именно этого года, то есть в день годовщины преступления, совершится возмездие. В своем письме я сообщал вам об этом, и, если не ошибаюсь, отец то же самое говорил сам. Когда я увидел вчера утром, что отец надел свой старый мундир, который был на нем в афганскую войну, и который он бережно хранил, я понял, что конец близок, и наши предчувствия оправдаются. И все же после полудня отец был спокойнее, чем все эти годы. Он много говорил о своей жизни в Индии, о приключениях юности. Около девяти часов вечера он велел нам разойтись по своим комнатам и запер нас там. Это была мера предосторожности, которую он всегда принимал, когда его одолевали мрачные предчувствия. Он бедный, хотел держать нас как можно дальше от проклятия тяготевшего над ним. Перед разлукой он нежно обнял мать и Габриэль, а затем прошел со мной в мою комнату. Там ласково сжав мою руку, он передал небольшой пакет, адресованный вам. Мне перебил я его? Вам. Я вручу его, как только расскажу, что случилось. Я умолял отца позволить мне провести с ним эту ночь в его комнате и разделить с ним любую опасность, но он просил, чтобы я не увеличивал его горе своим вмешательством, увидев, что мое упрямство действительно расстраивает его, я, наконец, позволил ему запереть меня в комнате. Я всегда буду упрекать себя за недостаток твердости. Но что можно сделать, если собственный отец отказывается от вашей помощи? Противиться было невозможно. Я уверена, вы сделали все, что было в ваших силах, сказала сестра. Мне тоже так кажется, но, боже мой, как трудно было принять правильное решение. Отец ушел, и я слышал, как в длинном коридоре замирал звук его шагов. Было десять часов, или, может быть, немного больше. Некоторое время я ходил по комнате взад и вперед, затем поставил лампу у изголовья, лег, не раздеваясь, и стал читать святого Фому Кимпийского. Я горячо молил небо, чтобы эта ночь прошла благополучно. Наконец я заснул неспокойным сном. Вдруг громкий пронзительный крик разбудил меня. Я в испуге вскочил и сел на кровати, но все было тихо, лампа догорала, а часы показывали полночь. Я встал и начал зажигать свечи, но в этот момент опять раздался неистовый крик. Он был такой громкий, что, казалось, кто-то кричал в моей комнате. Моя спальня помещается в передней части здания, а мать и сестра спят в другой стороне, поэтому аллея видна только из моего окна. Бросившись к окну, я открыл ставни и выглянул. Вы знаете, что подъездная аллея образует перед самым домом большую площадку. Как раз в центре ее стояли три человека. Они глядели на крышу дома. Луна ярко освещала их. В ее свете я видел темные лица и черные волосы. Двое из них были худые, третий обладал статной фигурой, величественным видом и не спадающей на грудь бородой. Рамсинг, воскликнул я. Как? Вы их знаете? С величайшим изумлением спросил Мордаунд. Вы встречались с ними? Я их знаю. Это буддийские жрецы, но, впрочем, продолжайте. Они стояли в ряд, продолжал Мордаунд, то поднимая, то опуская руки. Губы их шевелились, будто они произносили молитвы или заклинания. Вдруг они застыли на месте, и я в третий раз услышал пронзительный загадочный крик. Я никогда не забуду этого странного и властного призыва. Он пронесся в ночной тишине с такой силой, что до сих пор звучит в моих ушах. Когда он замер вдали, я услышал скрежет засовов и ключей, скрип отворяемой двери и поспешные шаги. Из окна я увидел отца и капрала Руфуса Смита. Они стримглав выбежали из дома, как бы подчиняясь внезапному и непреодолимому порыву. Три незнакомца даже не дотронулись до них. Все пятеро быстро прошли аллею и скрылись за деревьями. Я убежден, что не было применено никакого физического насилия, никакого явного принуждения и вместе с тем я видел, что отец со своим спутником были беспомощными пленниками. Все это произошло очень быстро, от первого зова, разбудившего меня, до последнего мимолетного взгляда на отца, когда он исчезал в чаще деревьев, прошло не более пяти минут. Когда все было кончено и отец исчез, мне показалось, что все это какой-то кошмар, галлюцинация. Я всем телом налег на дверь комнаты, надеясь сломать ее. Некоторое время дверь не поддавалась моим усилиям, но я снова и снова изо всех сил толкал ее. Наконец что-то треснуло, и я очутился в коридоре. Моя первая мысль была о матери. Я бросился к ее комнате, повернул ключ в двери. Мать, на плечи которой был наброшен халат, тут же вышла в коридор, подняв предостерегающую руку. Тише, сказала она, Габриэль спит. Их позвали? Да, ответил я. Да будет воля господня, воскликнула она. Твой отец будет счастливее в том мире. Слава Богу, что Габриэль спит, я подмешала хлорал в ее какао. Что же мне делать? Воскликнул я в отчаянии. Куда они ушли? Как мне помочь отцу? Ведь не можем же мы допустить, чтобы он запросто ушел и оказался во власти этих людей. Не поехать ли мне сейчас верхом Виктаун и поставить полицию на ноги? Только не это, поспешно сказала мать. Отец много раз просил меня не обращаться к полиции. Мурдаун мы никогда больше не увидим отца. Не удивляйся, что я не плачу, но если бы ты знал, как я, что смерть принесет ему покой, ты не горевал бы за него. Я знаю, все поиски будут бесплодны, и все-таки их необходимо произвести, но только неофициальным путем. Мы лучше всего докажем любовь к отцу, если поступим согласно его воле. «Но ведь каждая минута дорога!» воскликнул я. «Может быть, как раз в эту минуту он зовет нас, надеется, что мы спасем его?» Эта мысль сводила меня с ума. Я выбежал из дома и оказался на шоссе, но я не имел понятия, в какую сторону идти. Передо мной расстилались широкие торфяные поля. Я стал прислушиваться, но ни один звук не нарушал глубокой тишины ночи. И вот, когда я стоял на шоссе, не зная, в какую сторону бежать, меня, мои друзья, охватил невероятный ужас. Я чувствовал, что стою лицом к лицу с силами, о которых ничего не знаю. Все загадочно, все покрыто мраком. Мысль о вашей помощи, о вашем совете сверкнула, как маяк надежды. В Бранксами я, по крайней мере, встречу сочувствие, совет, указания, что делать. Мой рассудок сейчас в таком смятении, что я не могу полагаться на собственные суждения. Мать желала остаться наедине. Сестра спала, и у меня не было никакого плана действий. Я знал только, что до восхода солнца ничего нельзя предпринять. И я стремглав бросился к вам. У вас ясная голова, Джон, скажите же, научите, что делать, Эстер, что мне делать? Он обращался то ко мне, то к сестре, протягивая к нам руки, глядя молящими глазами. Ночью ничего нельзя сделать, ответил я. Потом мы сообщим Виктаунскую полицию, но сперва надо приняться за поиски самим. Таким образом мы будем действовать в соответствии с законом и в то же время проведя неофициальные розыски, как этого хочет ваша мать. Живущий здесь недалеко за холмом Джон Фулартон имеет собаку ищейку, которая лучше всякого сыщика. Если мы пустим ее по следу генерала, она побежит за ним на край света. Но как ужасно тяжело спокойно сидеть здесь, в то время как отцу может быть необходима наша помощь. Мы вряд ли поможем ему, да у нас и нет выбора, так как неизвестно, в каком направлении они ушли. Обродить бесцельно ночью по торфяным полям значит зря тратить силы, которые могут нам очень понадобиться завтра утром. В пять часов начнет рассветать, и через час мы сможем перейти через холм и попросить собаку Фулартона. Только через час, простонал Мордаунт, сейчас каждая минута кажется вечностью. Ложитесь на диван и отдохните, сказал я. Вы принесете гораздо больше пользы, если сбережете силы, может быть, нам предстоит долгий путь, но вы говорили о пакете, который генерал поручил передать мне. Вот он, сказал Мордаунт, вытаскивая из кармана небольшой плоский пакет и передавая его мне. Пакет был запечатан черным воском, на котором виднелись оттиски летящего грифона, который являлся, как я знал, гербом генерала и перевязан широкой тесьмой. Я перерезал ее перочинным ножом. на пакете было написано четким почерком Дж. Фезергилу Уэсту Эсквайру, они же, вручить пакет этому джентльмену в случае исчезновения или смерти генерал-майора Дж. Б. Хезерстона. Наконец-то я узнаю ужасную тайну, набросившую тень на нашу жизнь. В моих руках находится разгадка этой тайны. Я нетерпеливо сломал печать и разорвал обертку. Внутри была записка и небольшая связка выцветших листков бумаги. Подвинув поближе лампу, я развернул записку, помеченную вчерашним днем, и прочитал. Дорогой Уэст, мне давно следовало удовлетворить ваше вполне понятное любопытство относительно того дела, которого мы не раз касались в разговорах, но я воздерживался ради вас. По собственному горькому опыту я знаю, как действуют на нервы ожидания катастрофы, которая, как я убежден, разразится и которую невозможно ни предотвратить, ни ускорить. Хотя все это касается только меня лично, все же я думаю, что при вашей симпатии ко мне, при вашем расположении как к отцу Габриэль, безнадежность и неопределенность моей участи причинили бы вам много горя. Я боялся нарушить ваше душевное спокойствие. Поэтому-то я и молчал даже в ущерб себе самому, ибо мое одиночество тоже глубоко угнетало меня. Много признаков, а главным образом появление буддистов на нашем берегу, о чем вы мне рассказали утром, убедили меня, что моему мучительному ожиданию приходит конец и час возмездия близок. Почему мне сохраняли жизнь в течение сорока лет после моего преступления, я не понимаю, но, возможно, те, от кого зависит моя участь, знают, что такая жизнь самая ужасная из наказаний. Ни днем, ни ночью эти люди ни на час не давали мне забыть, что они считают меня своей жертвой. Их проклятый астральный колокольчик сорок лет предвещал мне гибель, напоминая о том, что нет на земле места, где я мог бы надеяться на спасение. О, благословенный покой смерти, приди, какая бы участь не ожидала меня по ту сторону света, я избавлюсь по крайней мере от этого трижды проклятого звона. Незачем снова говорить об этом гнусном деле и рассказывать все подробности событий 5 октября 1841 года, повлекших за собою смерть Кулап-Шаха, высшего адепта. Я вырвал пачку листков из моего старого дневника, в которых вы найдете подробный отчет обо всем. Независимо от этого, командир артиллерии Эдвард Элиот представил несколько лет тому назад в «Звезду Индии» рассказ о тех событиях, не называя, правда, имен. Я имею основание полагать, что многие люди, даже знавшие Индию хорошо, думали, что сэр Эдвард просто сочинил фантастический роман. Поблегшие листки, которые я вам посылаю, докажут вам, что все это не выдумка, и нашим ученым следовало бы познакомиться с силами и законами, которыми пользуются люди Востока, но которые совершенно неизвестны европейской цивилизации. Я не собираюсь скулить и хныкать, но не могу не сознавать, что на мою долю выпала тяжкая кара. Бог видит, я не отнимал бы жизнь у этого человека, будь он даже моложе, если бы я был в спокойном состоянии. Но я всегда был очень горячим и упрямым человеком, а во время боя моя кровь кипела, и я не сознавал, что делаю. Ни Капрал, ни я не тронули бы пальцем кулап шаха, если бы не видели, что туземцы снова группировались за его спиной. Ну, это уже в прошлом. И нечего говорить об этом, не дай бог, чтобы другому досталась такая же участь. Я написал это краткое приложение к моему дневнику, чтобы объяснить дело и вам, и любому, кто им заинтересуется. А теперь прощайте. Будьте хорошим мужем для Габриэль, и если ваша сестра не побоится войти в такую несчастную семью, как наша, пусть она это сделает. Я оставляю жене достаточно средств, чтобы она ни в чем не нуждалась. Когда она соединится со мной, пусть эти средства будут разделены поровну между моими детьми. Если вы услышите о моей смерти, не жалеете меня, а порадуйтесь за своего несчастного друга Джона Бертье Хезерстона. Я отложил письмо и взял связку бумаг голубоватого цвета, в которых хранилась разгадка тайны. Листки были истрепаны и стерты. Чернила немного поблекли, но на первой странице было написано ясным и четким почерком, очевидно, гораздо позднее, чем все остальное. Дневник лейтенанта Дж. Б. Хезерстона, Долина Тул, осень 1841 года, а затем ниже. Этот отрывок содержит отчет о событиях, имевших место в первой неделе октября сего года, включая стычку в ущелье Тарада и смерть человека по имени Гулаб Шах. Передо мной лежит этот дневник, и я переписываю его дословно. Если в нем есть что-либо не имеющее непосредственного отношения к данному вопросу, то я публикую и это, так как считаю, что лучше опубликовать даже не имеющее прямого отношения к делу, чем отрезать и сократить запись, и таким образом дать возможность обвинить меня в искажении дневника генерала. Продолжение следует...